Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Весь мир везде ездил, познавал его и как бы также открывал бизнес во многих городах, во многих странах. Мне это нравится, это развитие, скажем так, как любой прогрессирующий бизнесмен не имеет права работать и получать большие знания, если он не посещает другие страны. Каждая страна, каждое знакомство дает все новые и новые, более большие кругозоры Бизнес начался, как бы сказать, наверное, с 90-х Когда, как у всех начальных бизнесменов, все было плохо, все перевернулось Как говорил мой папа, царство небесное, сначала мы жили плохо, а потом нас обокрали, грубо говоря, вот так Как и все, стандартная история всех хороших бизнесменов Мы жили очень плохо, работали на базаре, продавали все, что можно было Жвачки, конфеты, мыли машины Ну, как бы это мне нравилось, что это приносило хороший доход И с тех пор я понял, что мне нужно зарабатывать больше денег Я не хочу, чтобы моих детей постигла такая, скажем, не беда, небольшая участь Я знал, что нужно делать, как нужно делать и как к этому прийти По сей день я этим занимаюсь, я люблю свое дело Я обожаю работать, у меня нет выходных, даже не то, что у меня нет выходных Кто работает в моей компании, ни у кого нет выходных, ни у кого нет обедов И всем это нравится Я отношусь ко всем, как ко всей своей семье, скажем так Я никогда не стараюсь оштрафовать ребят или еще что-то В моем офисе работает около сотни человек Ну и никто из них не скажет, что вот у нас шеф там зажадничил или еще что-то сделает Я к работе отношусь по-иному, люди относятся к работе как к работе Я никогда так не относился, я отношусь к работе как, больше, наверное, к творчеству, наверное А к ребятам моим отношусь как к семье Почему решили переехать в Бишкек, из чего начинали здесь? Решил переехать, точнее я вообще в Бишкек не решал переехать Если бы мне сказали 8-9 лет назад, что я буду жить в Кыргызстане Я бы, наверное, плюнул в лицо, сказал бы, ну это явно не та страна, в которой я хочу жить Потому что я посещал много стран, там Россия, я очень долго жил в Китае, в Румчи, я жил в Дубае Много посещал всяких разных стран, Турция там И вот точно не Кыргызстан, я бы сказал вот так Пока я не приехал Приехал сюда просто посмотреть, как, что за страна, интересно Я очень много езжу по миру, только ради расследования, как я уже прежде говорил, кругозора своего Понять менталитет людей, понять как бы бизнес, что-то от кого-то научиться Кому-то может быть что-то передать И вот я приехал сюда, посмотрел, и как говорит есть песня Ночью проедешь и останешься навек Так и было, я действительно приехал сюда на одну неделю, посмотрел Ребята хорошие, добрые, встретил друзей, с которыми тренировались О соревнованиях с кем были И как-то так получилось, что я неделю остался, обратно уехал в Казахстан Приезжаю обратно, остался на три недели, вообще просто так Обратно уехал в Казахстан, в Казахстане стало скучно что-то, работа как бы стандартная, все налажено, очень скучно И мне друзья говорят, приезжай, давай подумаем что-нибудь Я как-то приехал, был как раз, это было 5,5 лет назад где-то, развит был очень хорошо автомобильный бизнес Он как бы у нас был и в Казахстане, но не так развит сильно И я посмотрел, как бы пощупал, ну и начал на этом зарабатывать Открыл первое, авто в кредит Никто у нас не давал автомобили в кредит Я поехал, переговорил с банками С некоторыми банками подписал договор и начал давать автомобили в кредит Я первый, кто, скажем так, освоил такую деятельность в России, в Казахстане Она уже тысячу лет работает, у нас не работала И на сегодняшний день, как я перестал заниматься автомобилями, тоже не работает У нас, скажем так, в стране очень много хороших людей, которые помогли мне Не то, что даже глаза открыть, да, а действительно в бизнесе помогли мне Это было бескорыстно Ни в какой стране мира, я даже так скажу, такого теплого отношения, людей нету Вот я уверенно могу сказать Только по этой причине я отсюда, наверное, никогда не уеду Я приехал сюда, когда 5,5 лет назад Ко мне отнеслись тепло, как и мои друзья-спортсмены Мне вот прямо, вот где бы я, опять подчеркиваю, не жил в какой стране Не было такого, чтобы через 3 дня ребята говорят Максим, зачем ты дорогую гостиницу занимаешь? У нас, говорит, большой дом, приезжай, будем нажить После чего я жил у них 3 месяца, как бы Ну, это вообще так было не по себе, скажем так И мне это было приятно Я, как бы, смело мог себе позволить, ну, любой отель Но суть в том, что это было действительно так душевно и приятно Что, как бы, я им по все день благодарен, конечно Как начинали заниматься строительным бизнесом? Принцип, 3,5 года назад мы встретились с моими друзьями У меня был крупный автосалон, были автосервисы У меня много друзей в Казахстане, в России И я, как говорил ранее, я занимался, ну, у меня связи были с банками И они попросили помочь прокредитовать В сфере я помог им, посмотрел, как что это выглядит И позже пообщался с ними, говорю, как вообще Ну, сама суть строительства выглядит Объясните, я в жизни был строителем Ну, я всегда занимался перепродажей, ну, там, скупкой Всяким-всяким таким, ну, крупных объектов Строительство никогда даже не подходило к нему Ну, для меня это было нечто Вот, мне объяснили суть, как вообще работает стройка И до чего же мне было, скажем так, не то, что я был введен в ступор и в шок Как это при нужном знании, да, при нужных связях Как это можно сделать все хорошо и четко Помочь, скажем так, многим людям Ну, и сделать из этого хороший, достойный бизнес Мне они объяснили Я взвесил все за и против Позвонил братьям за границу Позвонил друзьям за границу Объяснил им эту ситуацию Говорю, ребят, вот есть вот такая вот тема, стройка Вот так она выглядит, вот так она выглядит Вот так мы можем сделать Если мы сделаем вот так То мы можем, по моим предсказаниям, скажем так Стать первыми на рынке, ну, в том или ином сегменте Ну, на данный момент мы на рынке, сколько, три с половиной года Ну, я уже ближусь в плане бюджетного жилья к первой компании Я это уверенно скажу Мои цены самые дешевые на рынке Больше, наверное, я стремлюсь к тому, чтобы Кыргызстан был больше Людей стало больше довольных Ну, и на данный момент мы сейчас строим 18 лет в городе И уверенно скажу, дешевле меня никто не торгует Мы правда хотим, чтобы люди, которые хотят купить жилье Они могли себе это позволить У нас самые гибкие графики Чем вы занимаетесь помимо строительства? Вот как бы ситуация у нас сейчас складывается Блин, вот это бы не было бы рекламой Или не было бы, знаете, как сказать Вызовом для других людей Но я опять же это скажу Я открываю фонд Его открыли сейчас Готовят ребята сайт Все занимается У меня очень много друзей, которые хотят заниматься благотворительностью И суть Вот сейчас там по небольшим моментам Я достраиваю храм Там какие-то небольшие моменты Где-то мы шпаклюем, штукатурим Я мрамор привез, то-то Ну так, незначительные моменты Но мы достраиваем храм, который по Южной магистрали Сейчас владыка дает разрешение на то, чтобы построить церковь В Маевке Вот Мы сейчас только получим Мои ребята делают проект И я был на Иссыкуле буквально там строить Начинаем пансионат Я построил там очень такой грустный храм, скажем так Ну это, скажем так, ну время такое Я предложил свою помощь, чтобы построить на Иссыкуле тоже храм Сейчас мы этот момент рассматриваем К чему я веду, что это как бы будет вызов Либо как Разве нет ребят, которые могут поддержать или помочь У нас в городе строится новый храм один И на Иссыкуле один, больше нигде не строится И этим занимаюсь один я Почему мне обидно? Потому что у меня очень много друзей, мусульман И каждый из них стремится построить мечеть Каждый из них стремится построить мечеть Ну вот это мне немножко непонятно Я считаю, если мы бизнесмены, да, нам боженька дает Как опять же говорят мои друзья, мусульмане Мы же не своего кармана даем Нам Бог дал Мы погнали Почему не вложить чуть-чуть денежек Люди захотят или не захотят Но я уверен, что многие захотят помочь Мы в ближайшее время откроем сайт По нашему фонду Альянс Как бы кто захочет, там все будет прозрачно видно На сайте, если какие суммы куда-то вкладываются Они прям напрямую будут видны В тот детский дом, в этот детский дом Мне мои друзья говорили Когда занимаешься благотворительностью, не говори об этом Ну это неправильно Я говорю, я считаю, это правильно Потому что многие об этом, может быть, просто не задумываются А если узнают, что я это делаю И мне тоже состояние стыдно Они скажут, ну Максим может, почему я не могу Я считаю, это более правильно Поэтому как бы мы сейчас там занимаемся Хотим открыть передачу, сайт и все-все-все Просто чтобы Ну государство не совсем может Не то, что оно не хочет Оно не совсем может помогать всем И детдому, да, и престарелым Просто, ну как бы у нас немножечко Государство не совсем финансово способно Я так скажу Ну почему тогда каждому бизнесмену Кому наше государство Ну дает в зеленый свет работать Почему бы им чуть-чуть не помочь Нуждаешься Я считаю, это будет круто, это правильно Я, как уже говорил там в одном из интервью То, что, да неважно, можешь ты деньги дать Или бабушку перевести через дорогу Просто сделай это Чтобы тебе было это не в напряг Как складывается ваша жизнь в Бишкеке? Ну я встретил здесь очень хорошую девушку Яну, которая стала моей женой Спустя год у нас родилась доча Ей сейчас два с половиной года, Ева Ну не знаю, как бы в плане семейных отношений У меня все классно Наверное, опять же немаловажный момент Что эта девочка, она с корня, да, с Бишкека И вот этот же опять тот же самый менталитет Где хорошие, добрые люди Это он не то, что присутствует, он есть Ну я никогда не встречал таких людей Очень хороших Здесь их очень много И как бы среди этих многих хороших людей Я встретил свою жену Женился, она как бы Ну не такая, как все, которых я встречал ранее Вот подчеркиваю из-за того, что у нас очень крутой менталитет Вот у меня сейчас прилетели друзья С Екатеринбурга, с Москвы Там, с Питера Они у нас, у меня жили здесь Наверное, полторы недели И они просто в безумстве В шоке от всего происходящего Когда мы приходим к моим друзьям Накрываются полные столы всего Хотя их никто не знает Когда я звоню, говорю, ребят, заберите Их приезжает 2-3 машины забирает Они говорят, ты у нас не знает, почему нас возят Почему нам угощают нас в кафе Говорят, мы не поймем Говорят, ну потому что вы мои друзья Значит, друзья моих друзей Они говорят, ну как бы в России Если ты мой друг Это даже ни о чем не говорит по большому счету Не то, что друг моих друзей И поэтому Я думаю, если мы сами будем вкладывать в страну В наши отношения Больше То будет круто Что было самое сложное здесь? Мы когда начинали свой бизнес Ну немножко были, наверное, как бы сказать Это правильно Ну не юношеский максимализм Мы немножко были уверены в себе чересчур Ну и в некоторые компании Мы зашли как инвесторы Я не скажу, что мы были обмануты Нас просто немножко кинули Давайте так И в связи с такими моментами Ну были проблемы Даже проблемы есть даже, наверное, сейчас Наши юристы разбираются с людьми Как бы в любом бизнесе, наверное, так Не бывает, что всегда все хорошо Всегда все круто Ты всегда хороший Нет Бизнесмен никогда не будет хорошим для всех Даже, скажем так Я построю миллион квадратных метров И раздам его людям Я стану хорошим для людей Но мои партнеры, которые строят Я стану для них плохой Как бы нельзя быть со всех сторон хорошим Так же вот и в наших моментах Когда мы начали помогать застраивать проблемные объекты По концове все так перевернулось Как-то невзначай И мы стали самыми плохими Ну это не обойти Как бы это разберемся Все выясним Ну не сегодня, так завтра Планируете ли вы остаться жить здесь Или поедете дальше? Нет, я планирую остаться жить здесь Ездить я езжу на всякие тренинги Посещение, скажем так Бизнес-партий каких-то Это я езжу постоянно Прям даже очень часто А уехать отсюда жить? Нет, я даже прям Даже мысли такой не было Потому что я бизнес вел я В пяти странах мира И такого теплого приема, скажем так Нигде не было Нет людей Ну нет властей Нет чего Как бы нет, я отсюда не собираюсь уезжать Я буду стараться Помочь этой стране развиться Насколько это будет в моих силах Прилечь своих друзей Чтобы эта страна развилась Прилечь инвесторов Прилечь опять же братьев Всех моих Которые живут в других концах света Они кстати уже начали этим заниматься Раньше это было сложнее Учитывая наши политические моменты Революции Это было действительно раньше очень сложно Когда я только приехал Никто не хотел вкладываться еще А сейчас прям люди уже видят стабильность Тьфу, дай бог что она у нас будет стабильнее Как бы Знаете, есть такая старая пословица Добра добра не ищет Зачем ехать куда-то Когда здесь все хорошо И последний вопрос Что вы посоветуете начинающим бизнесменам? Любое занятие Скажем так Любая работа Любой бизнес Это только настрой твой Если ты хочешь добиться чего-то Ты работаешь много Если ты хочешь забиться в большую Ты работаешь очень много Если ты хочешь стать лучшим Ты просто работаешь всегда И тут в этом нету никакого Знаете там Эликсира какого-то Секрета Какой-то формулы Вот набрал формулу и встал С утра встал Работаешь Пошел Обед пропустил Работаешь Выходной пропустил Работаешь Единственный момент Который есть Надо точно видеть свою цель Что ты хочешь добиться Не так, что ты встал Работаешь Сегодня топором машешь Завтра в такси работаешь Послезавтра ты в букмекерской конторе Что-то делаешь Нет, это не так Если ты понимаешь Что ты техник Ты должен работать техник Если ты программист Ты просто должен Развивать свои навыки Точно в цель И только так Тогда ты сможешь добиться успехов Спасибо большое за разговор Спасибо, что уделили нам время Желаю удачи в вашей компании Чтобы вы только развивались Шли только вперед Редактор субтитров А.Семкин